В этой зале будут специалисты аграрной сферы, а маль 300 наученцев Реджинского аграрно-технического лицея. Перед ними на сцене ветераны войны и працы. У минулом головные агрономы и керавники колгасов. Колисти на местах наученцев были и сами. Они рассказали молодым, каким был их працованный шлях и дали парады, как досягнуть поспеху в будущей профессии. Акция, которая проводится в этом лицее, мы ее назвали «С любовью к людям и земле». Наша главная задача и цель сегодня, ну, во-первых, почаствовать наших заслуженных людей. Мы им уручим наши благодарности, памятные сувениры. И чтобы они встретились с молодежью, которая завтра пойдет работать, рассказали о своем жизненном и трудовом пути. Не глядяши на столу взрослых, которые с ветераном и зараз працуют. Рыкорд шпаков, а маль по 100 годе, означалевая Реджинский колгас 50 год Кострычника. Сыруд шматлики хознагороды званию, орден Ленина, орден червоных гостях и звание заслуженного работника сельской господарки. Совсем кажется недавно, а это было давно, что мы были такие, как они сейчас. После окончания службы сразу выбрал сельскохозяйственную академию. Всю жизнь верен этой профессии, которую выбрал. Если бы жизнь начиналась сначала, то я, видно, пошел бы по этому пути. Я считаю, что я подошел к выбору профессии очень правильно. То есть я считаю, что нужно выбирать профессию, которая нравится, а не по принуждению. Слушая ветеранов, я думаю, что они прошли большой путь, и этот путь стоит пройти всем. В нашем регионе акция пройшла в першину. Идеи ужасы цикарились на республиканском узроуне. Подтримала я ее и управление адукацией, пропонувала заработать что готовой. Примать ветеранов каждый раз будут студенты разных установ адукации. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гумель» из Рычицкого района.